Друзья, приветствую! Почему есть такая фраза, например, «Имеющий уши, да услышит». Или, например, такая фраза «Свет в глазах смотрящего». Или такая фраза, помните, у блока «Инвин верит, а скричат». Почему, например, Амар Хаям иногда говорил. Ну, вы знаете, вот тысячу лет прошло, а его фразы короткие, эти рубаи, они до сих пор трогают ум и сердце любого человека. Почему так? И вот, например, вот сейчас Наташа Кузьмина выпустила книжку «Вамрите Россия», и она уже в продаже. Наберите в «Азоне», например, «Метод Ключ Хасая Лива», и сможете приобрести эту книгу, кто хочет, или в «Алгерсе». Ну, в общем, она уже доступна для желающего. Так вот, вопрос заключается в том, что сейчас мы будем делать вебинар с Романом Газенко, с психолингвистом. И Роман будет говорить о том, как сосредоточиться. Так я вам хочу сказать, я тоже там буду говорить и показывать приёмы, и все научатся, кто хочет в нужный момент получать состояние сброса лишнего напряжения, выхода на творчество. И чувствовать, как и что надо сделать, и не только на картине, а и в жизни. То есть сам себе художник, сам себе режиссёр, петь, например, открывать свои способности творческие, повышать уровень своего развития в самореализации и многое-многое. Ну, вот почему, когда мы сосредотачиваемся, как-то происходит момент, когда мир, весь мир, который мы воспринимаем в целостности, в обычном состоянии некой отрешённости, вот в этом нулевом состоянии, безмятежности. А когда мы сосредотачиваемся, мир этот целостный, он как бы уходит из нашего восприятия. И как так сосредотачиваться, что наоборот, мир как раз видит лучше, редче, контрастнее, и понимать, что и как надо делать в решении любого жизненного вопроса. Очень интересные вещи, потому что я как художник могу сказать, чтобы видеть картину целиком, надо отойти на расстояние. Так вот, оказывается, когда мы меняем свою эмоцию, когда мы отрешаемся, мы тоже отходим на расстояние и видим картину мира целиком. Так вот, очень интересная у меня есть идея, что эмоции, в которых мы находимся, они не позволяют нам видеть мир целиком. Мы как-то реагируем на то, что нам больно и то, что нам интересно, а всё остальное мы не слышим и не видим. А вот как сделать так, чтобы выходить на сосредоточенность и как научиться? Когда вы сосредоточены на чём-то, а вам надо быстро переключиться и сосредоточиться на том, на что вы хотите сосредоточиться, то есть переключаться. Потому что я привожу этот пример часто, вот чашка упала и мне ах-ох-ох-ох и так далее, а мне там, допустим, больной позвонил и мне надо ему срочно помощь оказывать, а у меня ещё в голове висит вот это ах-ох. Вот как выйти из этой психологической инерции? Как говорил основатель школы ТРИС Альшулер, научиться освобождаться от психологической инерции. То есть выходить из состояния, в котором вы находитесь, на то состояние, которое вам нужно для решения ваших вопросов. Потому что каждая задача требует своего подхода. А свой подход это не только в знаниях, но и в состоянии. Например, чтобы петь песню, надо быть раскрепощённым, без нервно-мышленных зажимов, соединиться, как говорится, с гармонией природы, которая помогает в этот момент. Поток возникает, о котором говорил Чехсен Михаил. И там сама природа помогает. Ну вот это же много таких интересных деталей. Я хочу, чтобы мы все могли писать как Амар Хаям или как Блок. У него интересные вещи есть по из-за заговоров и заклинаний. Почитайте хорошие новеллы такая или очерк. А знаете, почему я сразу много о разных темах говорю? Потому что кто сейчас на что настроен, он то как раз таки и услышит. Имеющие уши и услышит. Но, к сожалению, только тот, который сейчас на что настроен. А мне хочется настроить всех. Потому что на этом вебинаре с Романом Газенко, он расскажет. Ну, короче, я не буду сейчас предвосхищать всё это. Вы просто подписывайтесь, кто хочет. Будет объявление, и там подписывайтесь. А я дам приёмы, с помощью которых можно будет выходить из стресса, из любого. И настраиваться, сосредотачиваться на том, что вы сами хотите. Ну, в йоге как-то было сказано, древний. Мне это Наум говорил, о чём Мусаханов, мой друг. Он говорил, в йоге так написано, что мы сначала учим вас ни о чём не думать. Чтобы вы потом могли думать о том, о чём хотите думать. А не о том, о том, только о чём думаете. Вот это вот сосредотачение. Раскрепощение, чтобы посмотреть со стороны. Вот посмотрите, я как художник отодвигаюсь на расстояние. Это территория. Отодвигаюсь от картины подальше, чтобы видеть картину целиком. А если я сосредоточил в детали, то я могу там делать, делать, делать. А потом отойду. Боже, что же я там налепил? Потому что картина в целом пропала, когда я в детали сосредотачился. Так вот, как сохранять вот эту способность, переходить от детали сразу на общее видение, на картину миру в целостности? Как это сделать так, чтобы донести, даже ребёнку, как это делать, выходить на состояние нуля, состояние нирваны, оттуда выходить в поток, то есть как быстро переключаться, так научить свой мозг быстрым переключением. Ну, поэтому, естественно, надо сначала освоить нулевое состояние. А кто его словами опишет так, чтобы это стало доступно всем, понятно, и чтобы человек мог этим пользоваться, и там переключаться в поток на любое состояние, которое вам нужно для решения ваших задач, от того, как, например, заплатить за ЖКХ, или как сдать экзамен, или как провести успешно переговоры. Вот этот переключатель, как смазать, как говорится, через практику нулевого состояния. Обо всём этом мы тоже будем говорить с Романом Газенко. Вы знаете, что это выдающийся человек, мой друг, психолингвист, ну, много там чего о нём можно говорить, но вы увидите. А теперь, поскольку мы в формате коллективный разум, пожалуйста, дайте советы, закруглить здесь плечо, чтобы было видно, что она в этом движении, сделать скрипку более конкретной, чтобы картина наша, которую мы пишем все вместе, чтобы была там более такая доступная взгляду каждого, чтобы каждый понимал, что это скрипачка в порыве. Да, потому что кто-то сейчас смотрит и скажет, «А что это у неё такое? Это разве скрипка? Это блин какой-то там? Или тарелка какая-то там?» Правильно? Потому что я там её не дописал. Я жду ваши комментарии. Пишите, друзья. Я много-много чего сейчас разного сказал. И кто не запутался в этом между теми, кто услышал и кто увидел, пишите тоже комменты. По традиции нашей школы я никакие комменты не отключаю, кроме матёрных, потому что это не культурно. А вообще, критические замечания, всякие комплименты, пожалуйста, пожалуйста, пишите предложения, пишите. Итак, друзья, мы развиваем нашу школу «Человек будущего» Homo Futuros, чтобы донести до каждого наше понимание, что человек по природе творец, и как можно использовать энергию стресса для решения собственных задач, самых различных, как стресс-трамплин. Да, и как переводить энергию напряжения свои собственные новые достижения. Ну вот, мне уже больной пишет. Ну давайте так, друзья. И самые сложные пациенты, которые только есть в мире, они пишут ко мне, и в WhatsApp пишут. Они мне пишут, я там смотрю, потом мы разговариваем, я даю советы. Мы там никого не лечим. Лекарствами я не занимаюсь, а только даю советы. Но они помогают, потому что ключ помогает для восстановления от любого недуга. Ключ – наш помощник. Поэтому он называется ключ. Да, друзья. До встречи!